Я буквально вырос во дворе центральной мечети в городе Алматы, так как я жил и родился рядом этой мечети. Я всегда с детства следил то, что было помещено на михрабе, на куполе, у входной части, то, что на мимбаре было написано. Это всегда завораживало меня с детства, буквально со школьных лет. Я всегда задавался вопросом, кто это написал, что здесь написано, в каком стиле, почему так красиво и почему это все меня как бы притягивает. Ну, после школы я поступил в Исламский университет Нурмубарак, закончил его, слава Аллаху. Потом я не был как бы удовлетворен уровнем своих знаний, потому что там проходили уроки каллиграфии со второго курса. И я отправился в Египет, в город Каир. Там я обучился этому ремеслу, искусству каллиграфии, где я изучал такие стили, как стиль сульс, насх, дивани, рука, фарси и куфи. А потом я по приезду в Казахстан, по возвращению, работал в мечети Коктюбе в городе Алматы, наиб имамом, и также оформлял мечети по Казахстану. Это такие мечети, как мечеть города Павлодар, я участвовал в реконструкции мечети Машхур Джусуп, центральная мечеть в городе Ускаменогорск, центральная мечеть города Караганды, мечети в Астане и в Алмате и в других регионах нашей страны. И поныне я занимаюсь каллиграфией, то есть преподаю, обучаю учеников Медреса Абу-Ханифа в городе Алматы. Я обучаю своих учеников, среди них есть, аль-хамду-ля, такие способные, талантливые, подающие большие надежды ученики. Среди них также и женщины, и мужчины. И вот у меня большая надежда, что из них выйдут хорошие мастеры каллиграфии из Средней Азии, которые будут нести гордое это искусство. Помимо этого я занимаюсь, естественно, оформлением частных заказов, картин и других сувенирных предметов искусства. Мои работы находятся в некоторых галереях, здесь в Алмате и в Астане, но в основном, естественно, они сразу уходят. Мои некоторые работы находятся сейчас в Бельгии, в Великобритании и в Дубаях, то есть в Арабских Объединенных Эмиратах. И в России, и в ближнем зарубежье по СНГ, в частных коллекциях. И я поехал в Санбул, в Турцию, к мастерской известного, популярного каллиграфа современности Хасана Чалаби. Этот человек действительно является корифеем каллиграфии в исламе. Он расписал мечети, такие мечети, как Харам, мечеть в городе Мекка, мечеть пророка, мечеть Куба, Киблатан и мечети Джума. Также он расписал мечети в Кувейте, в Южной Африке, в Бельгии, в Германии. И мы должны хвалиться, что он расписал нашу центральную мечеть в городе Алматы. Это его единственная мечеть в Центральной Азии, которую он расписал. Он также является членом ассоциации каллиграфов, которые находятся в Стамбуле. И он является одним из главных жюри ежегодных международных конкурсов по каллиграфии, которые проходят в городах Шарджа, Дубай и Абудаби в Стамбул. Он обучил на протяжении всей своей долгой жизни, а ему, иншала, будет в этом году 80 лет исполняется, более 500 учеников по всему миру. Это такие известные ученики, как Фуат Хонда в Японии, как Мухаммед Закария в Америке, как Мария Нурсия Гарип в Испании и другие-другие ученики по всему миру. Я буквально там открыл для себя это искусство с новой стороны, с новой грани, с нового ракурса, потому что я до этого обучался традиционной академической классической школой египетской каллиграфии, а там я как бы обрел именно ту самую каллиграфическую академическую школу турецкую, то есть та, которая шла из Османской империи еще. То есть она имеет более тысячную, однотысячную историю свою, глубокую. До, как мы знаем, до 1922 года на земле казахской была арабская письменность, до Октябрьской революции. Естественно, были верны представители этого искусства среди казахов. Но, к сожалению, мы утратили их имена, их не манускрипты, их не наследие. Конечно же, мы должны возрождать. Яркие примеры, образцы арабской каллиграфии на казахской земле мы можем проследить в южных регионах нашей страны и в западной части Казахстана, то есть в Мангстанской области, на старых некрополях, старых сооружениях, подземных мечетей. Мы должны их изучать, популяризировать, просвещать нашу молодежь подрастающую. Естественно, поднимать эти старые манускрипты из архивов, из музеев или доставать их из-за рубежа. И я хочу здесь сказать, что старинный казахский стиль, он назывался сиягет. Не назывался, так он известен среди каллиграфов мира. И во времена тимуретов пришел он в город Туркестан, Арстамба, в те края, в Казахстанскую область, в Южно-Казахстанскую область. И есть определенные старинные артефакты, которые запечатлены на коже, на костях, на бумаге, на пергаменте и вот на таких вот посуде, утвари домашние. Но это вот, как мы с Тазой в Турции, в Стамбуле говорили, она довольно-таки чувствуется суровость, угловатость, массивность. Более такая суровость, это, они говорили, присущая кочевникам. Так наш быт был кочевой, полувоенный, постоянно мы кочевали, сражались, защищали нашу свою родину, большие земли. И нам не было до тонкости, до изящества, до пластичности. Это, как мои Устазы упомянули, они говорили, это отразилось на вашей письменности. То есть она такая более черствая, более угловаздая, более такая суровая и такая с каким-то характером. Вот этим и отличается. В первую очередь наша священная книга, Куран и, естественно, жизнеописание нашего пророка. То есть то, что он прожил такую благородную жизнь за эти 63 года, то есть определенные отрывки истории, определенные отрывки истории нашей религии, ислама на протяжении 1400 лет, это все вот меня вдохновляет. И, естественно, вдохновляют меня определенные священные дни, праздники ислама. То есть в определенном праздничном приподнятом настроении, когда я говорю, когда музыка как бы подходит с правой стороны, а из моих рук выходят хорошие произведения. Я сам доволен ими. И меня вдохновляет, конечно, красота нашей страны. В данный момент я работаю над каллиграфическим оформлением этой мечети. Сейчас мы видим позади меня михраб. Это специальное углубление, ниша, так сказать, алтарь в мечети. И вот каждый михраб обращается в сторону Киблы, священной заповедной мечети в городе Мекка в Саудовской Аравии. И вот этот михраб, есть каноническое правило, что на михрабе пишется 144-й аят, отрывок из аяту суры Бакара, это вторая сура священного Корана, где говорится То есть мы видели, как ты обращал свой взор в сторону заповедной мечети. И я в данном случае использовал стиль Сульс, Сульс Джалли, то есть тот стиль, который используется в архитектурных строениях при использовании мечети, медресе, гробниц и других архитектурных сооружений. Этот стиль популярен среди полтора миллиарда мусульман всего мира, используется и в основном в архитектуре, то есть в оформлении мечети. Вот вы видите, как в круглых формах, с правой стороны имя Всевышнего Аллах, а с левой стороны имя благословенного нашего пророка, алейхиссисалям, Мухаммад. То есть выше вы видите суру Ихлас, это вот одна из значимых ключевых культовых сур, говорится о единобожии. Она выполнена тоже в двух стилях, в стиле Сульс и в стиле Куфи. В данном случае она имеет форму круга, но она переплетена между собой, это как бы симбиоз двух стилей. Вот в данном виде вы видите, обратите внимание, что используются наши традиционные казахские орнаменты, то есть определенные элементы хошхармиюз, ботагозы и другие фрагменты многочисленных наших орнаментов, традиционных национальных казахских. Мы находимся под основным главным куполом этой мечети. Он является одним из где-то 15 куполов здесь находится. Он является главным, стоит посередине. И в данном куполе мы поместили самый священный, самый ключевой, сакральный аят из всех более 6 тысяч аятов священного Корана, то есть аят трона, то есть аят Аль-Курси. Это 255-й аят священной суры Бакара, это вторая сура из священного крана. И она начинается вот со стороны Мехраба, то есть главная ниша, где находятся мечети, и в круговую. Данный купол имеет диаметр 26 метров. В этой надписи я использовал традиционный стиль Сульс Джалли. Джалли тот, который используется в архитектурных строениях, как вы видите, мы изобразили на белом фоне синим цветом, то есть цветом легким, цветом неба и цветом нашего флага. Естественно, у меня есть много планов, естественно, они связаны с каллиграфией, то есть с продвижением, популяризацией этого искусства в нашей стране, в республике Казахстан. Так как мы значительно отстали от своих соседей, например, того же самого Узбекистана, Киргизстана или Татарстана, я хочу, чтобы все больше молодежи обучались этому искусству. Я хочу еще, естественно, открыть как бы галерею ориентальную, то есть с восточным уклоном, то есть где будут выставлены такие интересные работы или старинные книги, священные предметы искусства, утварь, оружие и так далее, где, естественно, присутствуют элементы арабской, исламской, классической каллиграфии. И также у меня в планах, это в дальних, это моя как бы заветная мечта от руки переписать нашу священную книгу, священную Куран. Но это уйдет приблизительно где-то три или пять или больше лет, но это не важно, это главное, чтобы это начать и по воле Аллаха при помощи Всевышнего закончить этот данный проект. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok